Садовый центр Дарвин, который находится на 37-м километре Ленинградского шоссе. Вот сразу при входе древовидные пионы. Контейнеры здесь небольшие. Вот такие контейнеры. Стоят они 1999 рублей. Сорта тут написано просто в ассортименте. Красный и белый, очевидно так. Так, а тут сорт написан. Пион Мэни Хэппи Реттернс. 1499 рублей. И дальше пошли пионы вот в таких больших контейнерах. Это стоит 2499 рублей. И 1999. В общем, тут от сорта зависит. Но сорта я все называть не буду. Ну, вот так вот видно тут. А этот 6999. Пион древовидный винтаж. Ну, картинка-то очень красивая. Пион Дутелл 2,499. Ну, в общем, это довольно дорогое удовольствие. Но в контейнере в большом оно стоит. Сортов много. Озвучивать их тяжело. Они мелко написаны. Ну, вот посмотрите. Вот этот уже цветет. Вот. Вон, какой красавчик. Давайте посмотрим еще с этой стороны. Пион Черни Хилл. Почти 4000. Вот бутончик у него. Я думаю, это он. А, нет. Это пион Канзас. Пионов много. Тут есть и травянистые, и древовидные. Борзелла. Очень красивый пион. Сколько же он стоит? Ну, непонятно. С открытой серединочкой. Это у нас кто такой? Он оттуда издалека идет. Непонятно, какой это сорт. Рядом с пионами. Тут огромный такая петажерка с розами. Они тоже все в контейнерах. Давайте посмотрим сорта. Ну, они себя чувствуют неплохо. Контейнеры большие. Феникс. Чайно-гибридная Чипен Дейл. Хотя я бы назвала ее не чайно-гибридной, а шрамом. Она огромная. Так, это тоже Чипен Дейл. Романтик спрей. Пипито Романтик. Внизу невозможно посмотреть сорта. Очень мелко написано. Вот уже такие бутончики. То есть, в этих контейнерах крупных им хорошо. И вот смотрите, какие красавицы стоят. С бутонами. Так, это у нас какой сорт? Фуджи. Вот она вот такая должна быть. Фуджи. Это вот у нее такие бутончики. А это Свит Джульетт. Восточный экспресс. Очень известная роза. Так, и вот тут такое несчастное вот братьев Топалович. Розочки. Они пошли в рост. И засохли. И, конечно, им в этих пакетах тесно и плохо. И, значит, они стоят Минус 20%. 599 рублей. Ну, не, ребята. За 600 рублей такого качества вряд ли кто-то купит. Но потом они, очевидно, их еще уценят. Жалко же выбрасывать. Так, тут дальше пошли еще розы. Флорибунда Абра-Кадабра. Написано. С этой стороны можно посмотреть. Чайно-гибридная. Эксплорер. Ну, вот. По этим ходить неинтересно. Картинки не видно. Но просто здесь цена и название. Флорибунда Новолис. Так. Вот тут еще. Ну, роз очень много. И все они в контейнерах. И все они, конечно, не дешевые. Все же это надо было пересадить. Акция. Роза 499 рублей. Вот они в такие небольшие контейнеры посадили. Их. А это опять в больших контейнерах. 1099 рублей. Так, ну ладно. Тут рассматривать все это без картинок не очень интересно. Так. Вот так выглядят розы. Их очень много. О, тут еще, вот что есть. Тут еще розы. Агрофирма Аэлита. 399 рублей. Стоят они. Стоили 499 якобы. Вот в коробках. Ну, тут вот видно название и картинка. Анни Дюпрей желтая. Вот тут написано скидка 20%. Это айсберг беленькая. Румба. Голден шоверс. Вестерленд всем известная. Хэндл. Ну, жалко, конечно, они страдают. 499 рублей. Вот такие еще розочки. Чайно-гибридная. Майнцер Фаснахт. И вот еще очень красивая. Дип Пепл. Это все агрофирма Аэлита. Тут еще есть розы. Вот, пожалуйста. Акция стоит. Это все 299 рублей. Это розы братьев Топалович. Сальтох очень много. Я по ним уже делала обозрение. И агрофирмы Аэлита. Розариум. Это имеется, наверное, розариум бетерзон. Но тут не имеет смысла на всех останавливаться. Это я уже освещала. Сальто. Просто покажу, что их много. И цена у нас тут все 299 рублей. Но можно выбрать, которые еще живы. Дальше тут пошла малина. Вот по такой цене. Это все темирязевский питомник. Наверху прекрасные пионы Бардзелла. Это ИТО-гибрид. Это гибриды очень дорогие. Называются они ИТО, потому что их создал японский селекционер Таичи ИТО. Правда, он не дожил до того, как зацветут его пионы. Но он над ними очень долго работал. Смотрите, красавцы. Желтые. Этот называется Хайкинун. Желтый. А это пинговая коралла. Но это не ИТО-гибрид. Это должен быть подешевле. Травянистые пионы кораллового цвета. Прекрасные. Так, тут дальше у нас пошли ИРИС. По цене 649 рублей. Разные сорта. Вот они в контейнерах. Очень даже хорошо. Лилейник. Пинг-чарм. Стоит он 349 рублей. Вот такие у него миленькие листики. Так, это бузульники. Они разные бывают. Для тени великолепные растения. Листья бывают у бузульников вот таких. До 80 сантиметров в диаметре. У меня есть в тени, в глинистой почве. Они просто великолепно себя чувствуют. Так. Вот это ожерка с родобендронами. Стоят они 999 рублей. А, нет. Это кизильник. Горизонтальный. 899 рублей. Это кизильники. Это Барбарис Туннберга. А, это вот уже пошли рододендроны. Хельсинский университет. Новозембла. И вот, видите, тут их много разных сортов. Вот здесь полочка. И внизу. Так, дальше рододендроны. Тарагонна называется. Кальсап. Такой красивый. Стоит это 999 рублей. И вот они в таких контейнерах. Ну, вообще, они здесь бравенькие. Хорошо себя чувствуют. Картинки надо убирать, чтобы увидеть название сорта. Киннингемс Уайт. Хоппи. Так. И вот еще такие вот это. Так выглядит Хоппи. А это Розин Элеганс. А это Питер Алан. Рододендрон Рибретто. Вот такие Рододендроны здесь. Картинки я показала. И, в общем, вот они тут есть. Их можно выбрать. А дальше идут... Ой! Амариелис. Расцвел уже. Луковица огромная. И стоит он 1199 рублей. Ну, тут очень много корневичных цветов. Конкретно я на них останавливаться не буду. По-моему, я по ним уже делала обзор. Не имеет особого смысла на них останавливаться. Дальше давайте посмотрим. Так. Это гладиолусы. 35 рублей одна штука. Разбор луковицы 12-14. Вот, пожалуйста. Тут в разнобой можно выбрать, что хотите. Гладиолус Оскар. Или Оскар. Уж не знаю. Гладиолус Альфа. Флево Шайн. И так далее. Значит, они стоят 35 рублей. А вот есть, которые упакованы в таких пакетиках. 5 штук. 161 рубль стали стоить. А, стоили они 220, минус 30%. В пакетах гладиолуса тоже идут. Получается, по акции. Так. Тут еще есть акция на лилии. Вот, смотрите. Стоили луковицы в разнобой минус 109 рублей. Теперь они стоят 69 рублей. Минус 30%. Минус 30%. Салтарелла. 329 рублей 2 штуки. Вот и гибрид. Прекрасная лилия. Оранж Пикси. Но это... Ну, можно посмотреть сорта, которые вот минус 30%. Значит, это азиатский гибрид. Леви, как я понимаю. Это стоит леви. 69 рублей. Ройл Кис. Такая красивая. Ла гибрид. Это азиатский гибрид. Испирейшн, наверное, так называется. Мистер Касс. Это вот и гибрид. Точно. Не правда здесь написано. Ла гибрид. Это вот и гибрид. Так. Оранж Саммер. Это азиатская. Перл Уайт. Томас. Махровая азиатская. Это восточная. Пинк Ньюс. Очень большие уже у неё росточки. Не очень страдают. Так. А это азиатский гибрид. Ред Флэш. Брайт Даймонд. Ла гибрид. Азиатский гибрид. Тарл Жестин. Азиатский гибрид. Азиатский гибрид. Ред Хайланд. Розелл Стрим. Так. А эти не по акции. То есть они по разной цене. Тут вот это нет акции. А это вот 30% скидка. Так. То есть почти на все тут скидки. Ну, про лилию я делала очень подробный ролик. Так что сорта можете посмотреть в предыдущих роликах. Робина. По-моему, вот и гибрид. Да, вот и гибрид. Ой, тут еще с другого края лилии. Вот я так просто пройдусь и посмотрите картинки. Но тогда не увидите название. Акция, акция. А дальше пошли георгины. Тоже акция 149 рублей. А 149 сейчас стоили 199. 20% скидка. Так. И давайте посмотрим сорта георгиенов. «Рокстар». «Дуэт». «Болден эмблем». «Мистер оптимист». «Топмикс Рэд». «Зидлер Шольц». «Сувенир Д.Э.Т.Э.». А дальше пошли гладиолусы. А сверху лилии. В общем, всего очень много. Давайте вот так. А дальше пошли гладиолусы. Луковицу гладиолусу 35 рублей, пожалуйста. Сортов очень много. Клубни бегонии в ассортименте. Вот они есть такие в красочных пакетах. И есть по одной штучке. Вот таким образом они лежат. Клубни луковица. И сорта здесь разновой вот такие. «Фембриата елой». «Дабл оранж». «Фембриата уайт». «Дабл уайт». Так, и тут еще флоксы. Акция 99 рублей. А сколько они раньше стоили? Непонятно. Написано акция. Что-то такое. Так, тут еще есть глаксини. Вот тут видно цену. И название. Так, луковицы аморелиса стоили 899 рублей. 630 рублей. Вот такие они ядрененькие. А это у нас гардинка, кто здесь оказался. Так, пионы в компионерах я показала. Вот еще пионы есть вот такие вот. В пакетах. В пакетах с картинками. И стоят они. Вот. На каждом своя цена. 869, 599, 699. В общем, все это надо высматривать. Вот покажу. Желтый. 829. Yellow. Так, и очень много георгинов. Но у меня нет усилий уже на них останавливаться. Поверьте, что их очень много. Кому надо, приезжайте, смотрите. Так, цены 249, 299. 199. 199 есть. В общем, вариантов много. Кому надо, здесь есть что выбрать явно. Так, вот появились еще клематисы. Клематис. Рогучи. Обрезка третья. А маленький контейнер. 899 рублей. Ну вот, на мой личный взгляд, вот, мне эти не очень нравятся клематисы. Колокольчиками. Они не такие красивые, как вот эти вот, например, Ян Сабецкий. Красавец. Так, какие сорта? Давайте покажу картинки. Инносент Плаш. Махровый красавец. Ну, вторая группа обрезки. Это, значит, плетина не сохранили. Это проблематично довольно-таки. Стоит это Сабецкий 799 рублей. Так, еще. Purple Dream. Вот. Первой группе обрезки, то есть без обрезки. Очень. Это княжек. Да, да, да. Они морозоустойчивы. Их вообще не надо ни сгибать. Ничего с ними не надо делать. Вот обвить можно беседку или что-то такое. Сопоры не надо снимать. Они прекрасно зимуют. И абсолютно не вымерзают. У нас в Московской области, во всяком случае. Клематис. Инносент Гланс. Вот вторая группа обрезки. Это проблема. Кантес де Бушо. Ну, тут они такие невзрачненькие. Возможно, что они хорошего качества. Не знаю. Не так они. В небольших контейнерах не очень все это впечатляет. Дальше клематисы Моти Блюм. Вторая группа обрезки тоже самая. Клематис Файлд Файер. Тоже вторая группа обрезки. Ну, вот все такие красивые. Тирис Лунд. Они все второй группы обрезки. Это надо плети снимать с опоры. Обязательно сохранять их. Они цветут на побегах прошлого года. Если плети не сохранить, они цвести махрово у вас не будут, к сожалению. А, и вот такой еще Эксплоушен. Тоже, вот видите, какой красавец второй группе обрезки. Ой, ну тут много всего. Протеус. Клематис. Пиилу. Но он не такой розовый, он более сиреневый. Клематис Токи. Вот они все в таких контейнерах. Клематис Криспо Ангел. Какие-то тут невзрачные цветочки, на мой взгляд. Клематис Принцесс Ред. Клематис Королева Бона. Вот они пошли, пошли, пошли. Ой, тут еще Клематис. Боже. Клематис Небе. Вишневого цвета. Очень красивый. Клематис Мария Качинская. Краковяк. Цветочки миленькие. Но зато третья группа обрезки. Нет никаких проблем. Обрезала ее осенью до земли, и она по новой начнет расти и цвести на побегах нынешнего года. Так. Клематис Май Бьюти. Клематис Хакури. Май Дарлинг. Сан Мокозе. Выбрать тут есть чего. Бузина чёрная. Это бузина Альбоварегата называется. Вот такая. А это Спирея Голдфонтан. Вот. Дальше хвойники пошли, красавцы. Туи. Ивы. Ива цельнолистная. Хакура. Мишики. Вот как. Ой, тут опять клематисы. Клематис Вивополония. Красный, красивый. Королева Бона. Жемолосьющаяся Грэхэм Томас. А у меня роз есть Грэхэм Томас. А дальше Актиниди. Пошли. 649 рублей. Вот так. Вот так Актиниди. Жемолосьющаяся Хойнуф. Фрагрант Клауд называется. О, как. Это вот она. Такая красивая. Актинидия Аргута Вейки. Актинидия Аргута Вейки. Мужская. О, как. Их, наверное, надо брать и женскую, и мужскую. Наверное, так. Дальше пошел Крыжовник. Смородина. Малина. Сейчас с той стороны зайдем, посмотрим. С другой стороны Бересклет. Японский. Микрофилус. Ауреавериегата. Лав. Вот так. Очень впечатляющие названия. Дальше там пошли хвойники. Всего очень много, но я на них сегодня не буду останавливаться. Там, по-моему, еще плодовые деревья, что ли. Ну, туда сейчас не пойду. Что я нашла? Фатиния Фрайзера Кареруш. Вот. Попробую сказать, я не знакома с этим растением. Ничего не могу сказать. 999 рублей стоит эта фатиния. А тут такая вот несчастьненькая вся засовшая. Засохшая, господи. А это Пираканта Фаерлайт. Не знаю, что это такое. А это Барбариса Тунберга разные. Это что-то совсем засохшее. Вишня японская. Ну, ребята, ну жалко же ее. Чушь, она такая несчастная-то. Ну, тут еще много чего есть смотреть. Просто уже нету сил. Лук-сивок. А там вот такие цветочки. Ценерария. Шесть штук. 269 рублей. Бегония вечноцветущая. Тоже. 299. Шесть штук в кассетах. Так. Виола. 149 рублей. Это в таком контейнере. Примула короткостебельная. 189 рублей. Ну, вообще она в печеном состоянии. У нее здесь находится как-то... Как-то-как-то. Вот это вроде ничего бравенькое. Так. Виола в кашпо. А, это лобелия в кашпо. Пардон. Это лобелия. Стоит она... Боже, 999 рублей. Ну, что-то... На мой взгляд, дорого. Ну, ладно. А это биола в кашпо. 699 рублей. Лобелия в кашпо. Голубая это белая. Но голубая, по-моему, симпатичнее. Так. Лобчатка. Я уже не помню, я проходила здесь или нет. Можжевельник казацкий. Спирея, по-моему, это я уже снимала. Все уже. Ну, как всегда, очень много комнатных растений и цветов. Просто огромный выбор. Все красиво. Я помолчу, просто потом картинку покажу. Как же это... Как все это здесь дивно. Все красиво. 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 В принципе, почти всё я сняла. До свидания, дорогие друзья. Скоро начнётся сезон посадки. Уже будет не до съёмок. Это пока у меня снег на участке ещё не сошёл. Я поэтому вот так вот обозреваю магазины. До свидания.